В последнее время люди, которые хотят открыть брокерский счет и начать инвестировать, регулярно жалуются, что после Нового года стали недоступны очень многие инструменты, которые были ранее доступны всем, в том числе и модельный портфель, к сожалению. Кому-то дали подключиться, кому-то нет. Мне пришла в голову одна идея. Смотрите в этом видео какая. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Как я уже сказал, что модельный портфель стал недоступен, к сожалению. А это очень хорошая штука. Ну, посмотрите, в самом деле. Вот я когда рассказывал вам про модельный портфель, я вам говорил, что он обгоняет индекс, в общем-то, биржи, которые взяты в качестве бенчмарка. И, ну, в общем, я считаю, что это очень хороший инструмент для новичков. Новички многие пытаются подключиться к этому делу. В принципе, ну, многие довольны, потому что, ну, он реально приносит доход. И здесь очень хорошо все сделано. Но, к сожалению, Центробанк пытается ограничить права инвесторов. То есть, сложные продукты, говорит Центробанк, надо сделать недоступными, неквалифицированным инвесторам. А что называть сложными продуктами, пока еще четко не определено. То есть, ну, это ноты вот эти, вот автоколы, про которые я рассказывал, они вроде как считаются сложными для понимания начинающими инвесторами. И поэтому считается, что их надо сделать недоступными новым инвесторам. Но туда же попали и структурные продукты с защитой капитала, которые вообще не дают никакой, никакого риска за собой не несут. То есть, там, либо ты получаешь 100%, то есть, ты ничего не теряешь, либо ты получаешь доход. Я об этом рассказывал, ну, в прошлом видео буквально. Вот. И модельный портфель – это просто покупка акций по рекомендациям аналитиков. Но почему-то, ну, есть опасения у открытия в том, что и это тоже может попасть под вот эти вот, ну, ограничения. Что я придумал? Посмотрите, вот вы сейчас видите модельный портфель. Сейчас я его увеличу. Вот. И здесь интересен не столько график, сколько вот это вот. Смотрите, вот список инструментов, которые здесь есть. В модельном портфеле вот доля начальная, доля вот текущая. И вот в соответствии с этой долей просто там разбивается эта штука. И все. Я решил построить вот в соответствии вот с этими долями следующую табличку в Excel. Посмотрите, какая штука. Вот, скажем, вот я внес всю эту табличку сюда, все эти цифры, вручную перебил. Здесь 100% модельного портфеля. Вот вы видите его разбивку по активам в данный момент. И смотрите, какая штука. Вот эти вот желтенькие тут формулы всякие. Вы видите, вот они, да, округление. Там, так сказать, здесь лот и так далее. Да, смотрите, вот здесь какой актив, там рубли, доллары США, АФК, система, акции, 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 акции. Потом, значит, из какой они отрасли взяты. Ну, есть некоторые бумаги, у которых отрасль достаточно сложно оценить. Например, АФК, система. То есть, что это такое? Это здравоохранение или это телекоммуникации? То есть, там главные активы – это МТС. Но там же еще есть и клиники неармедики, что-то там еще. И производство вакцины той же самой. То есть, это и фармацевтика. Вот, поэтому, ну, это такая вот большая система. То же самое касается вот компании Юнипро, потому что, ну, там тоже много всего зашито. Вот, ну, я уж не говорю, что это касается, например, таких компаний, как ГМК Норникель, которые добывают редкоземельные металлы, например, да, и титан, и серебро немножко. Вот, или, например, есть компания, которая полюс золота, но она вроде… Ну, нет, не полюс золота сейчас, полиметалл. Полиметалл, который тоже, так сказать, там массу всего добывает, но в основном это серебро. То есть, растут цены на серебро, а они сейчас растут, значит, должны вырасти акции полиметалла. Ну, это вот такая вот косвенная связь. Поэтому, значит, смотрите, здесь вот отрасль такая, она приблизительно сделана, потому что одна и та же компания может в нескольких отраслях быть. Доля в портфеле, в процентах. И дальше вот здесь вот сумма инвестирования, что самое интересное. Вот она, сумма вашего инвестирования. Вот в соответствии с этой, здесь что появляется? Смотрите, сумма инвестирования, умножаем на процент, получается сумма инвестирования вот сюда. Дальше я беру стоимость одной акции, тоже вручную внес, это труд. Вот. И лот, количество акций в одном лоте. Все. Значит, мы покупаем 1160 акций, тра-та-та-та-та-та. Вот он, портфель, который соответствует модельному портфелю с какой-то долей. И, ну, скажем, вы приходите и говорите, что вот у меня, например, там 145 тысяч рублей. Пожалуйста, бамс. Вот они все цифры вместились. Вот вам нужно для, если вы хотите, 145 тысяч. С такой диверсификацией, как в модельном портфеле, то у вас 560 акций АВК-системы, 150 алросы, 380 русала и так далее. Если у вас, например, скажем, 800 тысяч, раз, два, три, вот, получается, соответственно, вот такое количество акций. Вам надо купить, соотношение, вы видите, не меняется ничуть, то есть доля не меняется. Это очень удобная штука, вот, как сформировать модельный портфель. Мне так понравилась такая идея, я думаю, ну, с одной стороны, конечно, я мог бы публиковать эти дела. Ну, вот, то, что здесь есть, это, в принципе, открытая ситуация. Но я не имею права публиковать изменения в этом модельном портфеле, потому что это не мой продукт, это продукт открытия брокер, и это их коммерческая, в общем сказать, ну, как бы, продукт. Поэтому я не имею права публиковать такие данные, ну, в процессе, то есть в динамике. То есть, когда мне приходит, например, сообщение, я мог бы там транслировать и так далее, я этого не имею права делать. Но я имею право это делать такую же штуку, модельный портфель, на свой личный портфель, который я регулярно показываю вот здесь вот, да. И вот здесь, вот здесь у меня акции российские, и вот здесь вот акции на бирже СПБ. И что-то мне пришла в голову мысль, а почему бы мне, но мне и самому хочется такую же табличку иметь, не только в личном кабинете открытия брокера, там, сказать, это возможно, вот, но и в Excel для того, чтобы анализировать по отраслям и так далее. То есть, я мог бы здесь вот, ну, еще одну диаграмму, здесь диаграмма по инструментам построена, другая диаграмма будет по отраслям. Такая же диаграмма строится, ну, в Тинькове, например, там достаточно грамотно сделано. В принципе, я оттуда идею эту и, в общем-то, решил позаимствовать. И я подумал, ну, свой-то портфель, многие спрашивали, говорят, а можно ли ваш портфель посмотреть и так далее. Ну, мой портфель может быть не самый сбалансированный пока. Я пытаюсь это сделать. И напишите, пожалуйста, было бы вам интересно, если бы я сделал подобный сервис какой-то такой, свой уже. Ну, то есть, это будет, скорее всего, либо закрытая подписка, либо закрытый телеграм-канал, в котором я буду публиковать. Я не так часто меняю состав этого портфеля. То есть, я мог бы при каждой ребалансировке портфеля просто вот говорить, что вот все, ребята, я сделал ребалансировку портфеля, увеличил долю такого-то актива, уменьшил долю такого-то актива. Почему? Ну, то есть, примерно аналогичный сервис модельному портфелю, но это будет уже мой личный, как бы, портфель. Это то, что я сделал я, это я имею делать полное право. Если вы хотите, чтобы я это сделал, я могу это сделать. Ну, и я думаю, что, в принципе, это вполне разумно и доступно. То есть, я еще пока не подумал, не придумал, как я это все-таки реализую, потому что, ну, у меня, в частности, ну, я регулярно с фондового рынка беру деньги в кредит под залог вот этих вот всех акций для того, чтобы при сильных движениях рынка на опционах сыграть. Но можно выделить какой-то отдельный счет для акций, и я мог бы это делать. Ну, безусловно, это будет за какую-то, так сказать, небольшую плату, совершенно, ну, как бы, разумную, там, 500 или 1000 рублей. Вот. Не в месяц, в год. Вот. Ну, мне кажется, это вполне разумно и можно сделать. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, как вы к этому относитесь. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий. До встречи. С вами был Деменков Юрий. С вами был Деменков Юрий.